Александр Емельяненко является достаточно неординарной личностью. Кто-то его уважает, а кто-то люто ненавидит. Александр долгое время был известен просто как младший брат одного из величайших бойцов эпохи Федора Емельяненко. Многие говорили, что у него потенциал даже еще более высокий, чем у Федора, но средний из братьев Емельяненко почему-то не воспользовался своим талантом полностью. Но тем не менее, как только дерется Александр, все затаив дыхание наблюдать за его поединками. Не так давно он встретился с Михаилом Кокляевым в боксерском поединке, где нокаутировал своего противника в первом же раунде. Исход был весьма ожидаемым, ведь уровень Емельяненко намного выше, чем у Кокляева. Хоть Александр вызывает у каждого человека разные эмоции, тем не менее, смотреть его встречи и вправду интересно. И сегодня я хотел бы наконец-то посвятить видео Александру. Дорогие друзья, вы находитесь на канале The Striker MMA. И в сегодняшнем видео мы рассмотрим пять раз, когда Александр Емельяненко шокировал весь мир. Ну что же, погнали! Долгое время Александр был известен просто, как младший брат доминирующего чемпиона Федора Емельяненко. И, грубо говоря, был его тенью. И, возможно, в каком-то месте остается ею. Особенно после поражения Мирко Филипповичу нокаутом, все вовсе считали Алекса не уровнем своего брата, а лишь среднячком, без каких-либо амбиций. Ведь Хорват перестрелял молодого Сашу без особых проблем. Но 31 октября 2004 года россиянин встречается с Джеймсом Томпсоном по прозвищу Колосс. Устрашающим бойцом с нереальной физической силой. Британец во время объявления поединка был заряжен, как будто он хотел кого-то убить. Но и в каком-то месте было видно маленькое волнение уроженца Великобритании. Александр был спокоен и, можно сказать, уверен в себе. Если Мандраш и был, а он 100% был, то его количество было намного меньше, чем у Колосса. Джеймс без каких-либо выжиданий ринулся на россиянина, в надежде срубить ему голову на первых секундах. Алекс даже потерял равновесие в каком-то моменте, но он успел быстро встать. И после, просто как будто из пулемета, начал расстреливать Томпсона. Пропустив почти каждый удар от Емельяненко, британец рухнул и понадобилась еще парочка ударов от Саши, чтобы поединок был остановлен. Всего лишь за 11 секунд Александр останавливает, казалось бы, грозного на первый взгляд Колосса. Но холодный расчет и скорость рук принесли победу именно Емельяненко в эту ночь. Буквально через полгода после яркого нокаута в бою с Джеймсом Томпсоном, Александр возвращается в клетку против бразильца Рикардо Мутанта Морайеса, который до этого поединка ни разу не проигрывал досрочно в своей профессиональной карьере. И даже проиграв таким монстрам, как Циоси Касаки и Марку Колману, уступил им лишь решением судей, не дав им финишировать себя. У многих могло складываться впечатление, что поединок должен пройти всю дистанцию и он будет крайне конкурентным. Но в день боя все было совсем по-другому. Когда поединок начался, бразилец сразу наткнулся на неприятную двойку. Но, видимо, она либо не попала, либо была не такой сильной и, в принципе, особых проблем не составила. Но позже Алекс попал еще тяжелой комбинацией, которая подшатнула бразильца. И Марайес в лучших кондициях Коди Гарбранта захотел зарубиться, будучи поплывшим от количества пропущенных ударов. Но, как показывает практика, такое решение редко бывает верным. Емельяненко, как будто избивая стоящую мишень, начал расстреливать Рикардо. И после кучи тяжеленных ударов по челюсти, уроженец Бразилии рухнул на настил без сознания. Емельяненко понадобилось лишь 15 секунд, чтобы заставить мутанта целовать канвас. И если бой против Джеймса можно было свалить на везение россиянина, то после этого поединка стало понятно, что с Алексом шутки плохи. 14 апреля 2007 года Александр Емельяненко выходил на поединок против жесткого парня Эрика Пелли, который шел на серии из пяти побед подряд. Причем эта серия включала победы над такими жесткими бойцами, как Трэвис Фолтон и Антония Сильва. Кто не помнит, Антония Сильва был одним из немногих бойцов, который смог выиграть Федора Емельяненко. Хоть сейчас бразилец не в своих лучших кондициях, но когда-то он был одним из самых опасных тяжей в мире, поэтому победа над ним многое значила в то время. Но в принципе Алексу было как-то все равно на крутость своего противника, поэтому он просто вышел делать то, что у него получается лучше всего. Он вышел драться. Емельяненко весь бой неплохо себя чувствовал и пробивал тяжелые удары. Можно сказать, была полная доминация от Алекса и он вел поединок, перебивая своего оппонента в одну калитку. За минуту до конца раунда россиянин выбрасывает тяжелый левый хук, который отправляет Эрика на настил. Пошло формальное добивание от Саши и бой остановлен. Емельяненко заканчивает победную серию Пеле и побеждает его техническим нокаутом в первой же пятиминутке. Учитывая его фиаско в прошлом бою против Фабрисио Вердума, Алекс неплохо камбэкнулся, вернувшись с такой громкой победой. Бой против самого сильного скальпа своей карьере. Александру предстояло провести 10 сентября 2006 года. Его противником стал всеми известный Сергей Харитонов. Хоть у них и по сей день возникают различного рода конфликты, но в тот вечер победителем стал именно Емельяненко. Поединок был поначалу равным и тот и другой боец неплохо попадали, но без каких-либо опасных моментов. Но чуть позже в одном из моментов боя Сергей отправляет Алекса на канвас, срубив того тяжелым ударом справа. Харитонов принялся добивать своего соперника и некоторое количество времени пытался развить свой успех, но все попытки оказались тщетными и поединок вернулся в стойку. И после того, как они встали через определенный промежуток времени, уже Саша отлично попал по Сергею. Харитонов попытался выжить, пройдя многие, но Емельяненко отлично отзащищался и принялся добивать Сергея. Заходили достаточно тяжелые удары и казалось, что бой уже закончен и Харитонов выключился. Нужно было останавливать бой, но лишь после парочки тяжелых олдскульных колен в партере поединок решили остановить. Победа техническим нокаутом от Александра Емельяненко и можно сказать по сей день, самая громкая и важная победа в его профессиональной карьере. 2014 по 2016 год. Александр Емельяненко переживал достаточно тяжелое время. 2014 начался с поражения нокаутом Дмитрию Сосновскому, а последующее время вовсе было безумным. Уголовка, лишение свободы. Казалось, что карьера бойца уж точно закончена, ведь все эти моменты не могли не повлиять на физическую и психологическую подготовку спортсмена. Но Александр после выхода на свободу решил долго не отсиживаться и можно сказать этим и шокировал всех. Емельяненко выходит, как по мне, на пиковую форму в своей карьере. Убрав свой живот, он заменил его плоским прессом и набрал неплохое количество мышц. Было очень интересно взглянуть на Алекса в новом свете под крылом бойцовского клуба Ахмат. Возвращение Емельяненко состоялось 27 сентября 2017 года. Противником Саши стал бразилец Жеронимо Досантос. Хоть уроженец Бразилии не был бойцом высокого калибра, этот поединок ждали многие. Да и вообще, после такого долгого простоя было бы глупо давать Алексу топового соперника. Емельяненко не понадобилось много времени, чтобы закончить бой. Мандрагон попер на россиянина в стиле а-ля Джеймса Томпсона, но наткнулся на тяжелые и быстрые руки Саши. Буквально за пару секунд в лицо Жеронима прилетела куча ударов и бразилец упал на канвас. Добивание от Алекса и бой остановлен. Александр Емельяненко после трехгодового простоя возвращается с нокаутом в первом же раунде. Буквально за 36 секунд. Великолепное выступление и красивый финиш. А на этом наш видеоролик подходит к концу. Если данное видео вам понравилось, то пожалуйста поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Пол и вы были на канале The Striker MMA. До скорых встреч дорогие друзья. Увидимся в следующих видео.